Все 9 городских кладбищ сегодня приводят в порядок работники коммунального предприятия Запорожская ритуальная служба. Ремонт водопроводов, вывоз мусора и обеспечение водой те задачи, которые ставят перед собой коммунальщики. Работать приходится с самого утра и до позднего вечера. Большие претензии у коммунальщиков к тем, кто в это время посещает могилы своих родственников. В первую очередь многие люди не выносят с кварталов мусор, а бросают на заброшенных могилы. Потом вот бросают вот на такие кучи. В том году бабушка здесь сидела, дежурила до 8 вечера с плакатом «Люди, не бросайте, пожалуйста, мусор». Она уже дворажды меняла памятник. И тем не менее у людей хватает совести бросать мусор на могилы. Горы мусора, к примеру, на Капустяном кладбище, где мы сегодня были, встречаются очень часто. Вот одна из них. До контейнера горожане мусор почему-то не доносят. У них на это свои объяснения. Полноценной уборке мешают и машины, которые въезжают на территорию кладбищ, говорят работники ритуала. Они создают настоящие заторы, из-за чего коммунальщикам неудобно разгружать мусорные баки. Начальник Запорожской ритуальной службы Андрей Петрушенко советует горожанам. На кладбище лучше приходить после 15 часов, чтобы не мешать массовой уборке. Больше всего нас пугает, конечно, и мешает это поток транспорта. Поэтому в настоящее время мы ограничиваем въезд. Есть распоряжение тоже городского головы о том, чтобы с 9 до 15 часов въезд на территорию кладбищ ограничен. После 15, пожалуйста, могут люди заезжать. Наплыв людей ожидается 26 апреля, говорит Андрей Петрушенко. К этому дню ритуал совместно с ремонтиз Запорожья на городских кладбищах планируют установить дополнительные контейнеры для раздельного сбора мусора.